Всем привет! Меня зовут Юлия. Я веду парфюмерные мастер-классы в Эсбуке. И сегодня я хочу поговорить о розах. Роза – это прекраснейший цветок, и парфюмеры безмерно его любят. И когда вы будете смотреть композиции, которые включены в ваш любимый аромат, есть высокая доля вероятности, что вы найдете там ноту розы. Розы бывают разные. Как правило, эфирные масла розы получают из болгарских роз, дамасских роз, и намного реже, но тем не менее, из розы синтифолии. У меня такое эфирное масло в студии есть. Это роза, которая произрастает в Грассе, и ее специально выращивают и собирают эфирное масло для бренда Шанель или для Диор. И, конечно же, раз мы вспомнили про Шанель, стоит и вспомнить про самый великий, самый исторический, известный аромат – Шанель номер 5. Вот у меня есть миниатюра. Вот здесь такая красивая. Это винтажный флакон Шанель номер 5. И, безусловно, Шанель номер 5 не только розы, но там точно есть роза синтифолия. Там есть и альдегиды, и дубовый мох, и много разных древесных аккордов. Не все любят Шанель номер 5, но все однозначно признают, что это великий бренд, и великий парфюмер Эрнест Бо создал удивительную композицию того времени, которое покорило всех. Сейчас же я хочу про розы вспомнить, какие композиции современные, которые не менее прекрасны, сейчас существуют на рынке. Обязательно нужно вспомнить про аромат Portrait of Lady. Портрет леди от Фредерика Маля. У меня такой маленький пробничек, но я знаю этот аромат. Это шипровый аромат с розой. И Шанель номер 5 это шипровый аромат, и Портрет леди это шипровый аромат, где роза звучит достаточно ярко. Не все любят современные девушки-мужчины такое яркое звучание розы. Я, например, люблю, когда роза очень красиво завуалирована, играет с разными другими ароматами и цветами. Например, мне гораздо легче и проще на каждый день носить аромат тоже Фредерика Маля. Он называется липстик. Это такая розовая помада. Аромат помады, аромат такой некой пудры, восковости. Она очень спокойно и тихо звучит на моей коже, и совершенно меня не отвлекает в течение дня. Еще один из красивых ароматов, который я бы вам порекомендовала послушать, это аромат Аля Роз Франциско Курджана, в котором он сочетает сразу две розы, розу Дамаску и розу Синтифолию. К слову сказать, у меня давно есть идея создать аромат с этими двумя розами. Потому что они совершенно разные. Вроде бы роза, но звучат совершенно по-разному. И сегодня я буду создавать аромат. Я назвала его Japan Rose, японская роза. Не случайно. Потому что я буду кроме роз использовать большое количество компонентов. И среди них будет Асмантус. Асмантус для меня это аромат цветок Востока. Он действительно произрастает и в Японии. И мне кажется, что японские цветы, японские сады, они звучат Асмантусом. Какой аромат есть у Асмантуса? Это такой цитрусовый, цветочный, свежий, немного персиковый аромат. Он потрясающе дополняет цветочные ароматы, дополняет розы. Ну что, приступим. У меня уже готова формула. Такая формула у меня. Здесь достаточно много компонентов. И мы начнем с нетрадиционных, не так часто встречающихся компонентов в духах. С верхних нот, которые называются Элеми, Вербена и немного Лемонграсс. Так, ну что, приступим. Вербена. Я буду готовить сегодня аромат в 50 мл. Поэтому капель мне нужно будет добавить достаточно много. Вербена. Элеми. Эфирное масло. Абсолютно такое белое достаточно. Лемонграсс. Лемонграсс, лимонная трава тоже даст такой свежий аромат. Вообще, в Японии не принято на себе очень тяжелые ароматы. Поэтому тот аромат, который я собираю сегодня, он будет очень нежный, и женственный, и цветочный, и при этом достаточно легкий. И никого не будет, скажем так, отвлекаться от повседневной жизни. Немного жасмина добавляю. Вернее, много. Так, конечно, весной хочется и немного сладости добавить в аромат, поэтому я хочу поставить малину и молоко. Малина. То есть сладость, но не такая, скажем так, как ваниль или бабутонка. Гурманская. Так, малина готова. Добавляем молоко. Молоко не звучит в духах молоком. Молоко звучит таким сливочным, красивым ароматом. Так, теперь переходим к нашим цветам. Асмантус эфирное масло натуральное. У меня здесь их 8 капель. Он достаточно ярко звучит в духах. Достаточно такой активный компонент. 8. И добавляем наши розы. Первую розу – это дамасская роза. Здесь у меня будет 18 капель. на 10, 8, 18. И роза синтифолия. И то, и другое – абсолют. 10, 10, 6. Так, теперь я хочу добавить немного пудрового аккорда, ириса или фиалки. У меня это Оривон. Ирисы сделают наши цветы более спокойными, более яркими. Так, перемешиваем. Прекрасно. Уже слышно верхние и базовые ноты сердца и верха. Топ-ноты и ноты сердца. И сейчас мы переходим к добавлению мускусной истории, мускусной части или базовых ароматов. И здесь я буду использовать молекулу 0,4. Она называется Иванол. Она даст нам аромат такой мускусно-сандаловый. 10, 10, 10, 10, 30, 40. Так, Иванол, молекулу 0,4 мы добавили. Теперь добавим амброксан. Это молекула 0,2. Очень популярная и очень красиво звучащая. И завершающий компонент это будет цветочный мускус. Так, наш аромат готов. Перемешиваем. Ровно 50 миллилитров получилось. Свежее начало вербены и лемии, немножечко лемонграсса. Потом переходит это все такое в нежную сливочность с акцентами малины. И включается затем сочетание асмантуса с розами, синтифолия и дамасская роза. И такой легкий пудровый шлейф, нежный, мягкий. И в конце мы услышим нежные-нежные мускусы. Это очень красивый аромат на весну. Я его переливаю в новые флаконы 50 миллилитров. На мастер-классе мы можем сделать сразу большие флаконы. Если вы захотите создать аромат подобный этому, вы тоже это сможете сделать. Переливаем. Ну что ж, я перелила аромат во флакон 50 миллилитров. Новые флаконы. Вы можете прийти на мастер-классы в СБК и создать свои любимые ароматы, свой эксклюзивный аромат в таких же флаконах. Либо мы можем повторить аромат с розами. Всех ждем в гости. Всем пока. До встречи.